друзья новогодние праздники отгремели и можно вернуться к теме самых ожидаемых игр 2018 года лично для меня для гара ссылка на первую часть видео вы можете найти прямо под роликом если вы вдруг его пропустили что ж не буду откладывать начнем пожалуй самый ожидаемый ртс для меня является iron harvest конечно шансов на появление игры 2018 немного но возможно первые тесты будут уже в этом году прежде всего iron harvest привлекла меня очень интересным сеттингом созданным польским художником якобым ружальский да у них сложные фамилии сеттинг это называется 1920 плюс сам сеттинг уже был использован в настольной игре серб и представляет собой альтернативную версию европы 19 и начала 20 века в которой традиции и суеверия соседствуют с современными технологиями и гигантскими роботами за основу же взята варшавская битва 1920 года одно из ключевых сражений советско поиска войны да если вы не в курсе такая была в игре нас ожидает три стороны конфликта это полания который прообразом является польша саксония потерпевшие поражение в предыдущей войне с явным намеком на германию и еще одна страна руссвет где правит царь николай думаю не надо говорить какая страна тут послужила причиной для вдохновения автора сама же игра более всего похожа пожалуй на company of heroes то есть большое внимание уделяется укрытием и разрушению всего окружения мне в целом нравится company of heroes тут практически меня ожидает то же самое только с гигантскими роботами и в клевом сеттинге так что жду еще одна игра которую я жду это код вейн новая хардкорная экшен рпг созданная по канонам dark souls компании намка бандай основной упор в игре будет сделан на исследование подземелье то есть своеобразный такой ролл лайк действие игры происходит в ближайшем будущем в котором мир лежит в руинах игрокам предстоит стать призраком то есть вампиром обладающим сверхъестественными способностями существом являющимся развитием человека но потерявшим воспоминания вот так все сложно главная цель этих призраков найти правду о случившейся катастрофе попутно сотрудничая с различными союзниками для завершения более простых повседневных заданий для того чтобы выжить призраки вынуждены жить в изолированном сообществе получившим как раз таки название вейн главной особенностью проекта код вейн станет система дающая возможность пригласить на очередное задание одного единственного друга который будет сражаться на вашей стороне призраки предпочитают оружие ближнего боя такое как одноручные и большие мечи копья или молоты ну и так далее также игра предложит различные предметы и умения сконцентрированные на поглощении крови если они перестанут пить кровь их ждет превращение в монстров которые называют потерянными еще одна любопытная игра про вампиров выходящий 2018 носит незамысловатое название вампир это экшен rpg разрабатывая французской студии don't talk entertainment я кстати о них раньше не слышал к своему стыду действие игры происходит в лондоне 1918 году сразу после первой мировой войны главный герой доктор по профессии старается найти лекарство от бушующей эпидемии испанского гриппа пока его не кусает вампир дальше как вы понимаете события развиваются стремительно и основной сюжет закручен как раз таки вокруг появления вампиров помимо стандартных сражений игра предполагает развитую социалку в игре огромное количество неписей с которыми предполагается множество вариантов взаимодействия ну и конечно любого из нпс игрок сможет убить хотя то же время любая смерть по словам разработчику будет влиять на сюжет фактически игру можно будет пройти вообще никого не убивая или же наоборот принимать непростые решения убивая или превращая важных персонажей вампиров но на мой взгляд любопытный проект попробовать я его точно хочу многим понравились недавно вышедшие две части икс кома и феникс point это идейный наследник серии икс ком причем от ее создателей а создатель той самой оригинальной икс ком игровой процесс будет состоять из пошаговых тактических боев и глобальной мировой стратегии а главная цель игры противостоять жуткую инопланетной угрозе но как обычно в целом сюжет опишет события начавшиеся 2022 году ученые обнаружили новый вирус генокод который на 99 процентов уникален и не похож ни на что с нашей планеты этот вирус начал заражать все вокруг но в начале изменил океан и моря они превратились во что-то инопланетное далее мутаген распространился и на землю с помощью воздушно-капельной передачи 2057 году человеческая раса практически уничтожена а вышившие осталось только ютиться в убежищах разбросанных по всему миру то есть при этом несколько фракций контролируют большинство безопасных убежищ и оставшиеся ресурсы но всех этих фракций разные идеологии и свои темные секреты в целом это обещает быть жутко жутко олдскульной игрой вот прям вот каким был когда-то их скон гораздо более хардкорным более серьезным более суровым но мне очень интересно на это взглянуть надеюсь что в ближайшее время поиграем ну и конечно как я мог забыть слухи 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 надеюсь что они правдивы файнал фэнтези 7 ремикс эпизод 1 не знаю почему эпизод 1 гуглил информацию я лузер не нашел и так седьмая финалка одна из моих любимых рпгс она потрясает своим сюжетом там очень интересная ролевая система интересная боевая система да и люблю пошаговые боевые системы финалки мне она нравится к сожалению многие сейчас не могут познакомиться с этой рпг во первых из-за отсутствия официальной русской локализации ну и к тому же сейчас в оригинальной версии устарела графика ремикс позволит познакомиться всем завораживающие истории клауда и айрис наверняка вы тоже будет пытаться и оживить самое любопытное в ремиксе что помимо про сильно про апгрейджены графики у нас вполне может ожидать некоторые изменения как раз таки в геймплей и механик хоть мне и нравилось оригинальное но в оригинальную я уже играл поэтому мне любопытно было бы посмотреть и на некоторые изменения к тому же история вполне возможно получит новые повороты и раскроется с другой стороны в общем я очень и очень жду эту игру вообще 2018 как вы догадались будет очень богат на jrpg и основная проблема который перед нами стоит это где бы найти время во все это поиграть ну и последняя игра в этом видео это last of us 2 я играл в первую часть я делал по ней огромный обзор помню прошел ее полностью не знаю честно науки док это как раз та компания которая трудится надо чарт от серии и над серии игр last of us уже серии игр потому что выходит вторая часть не знаю пока как по мне они делают потрясающий блокбастер это не jrpg где ты залипаешь на 200 часов нет это 20 30 может 40 50 часов геймплея где просто невозможно оторваться от происходящего не знаю игра первая часть меня поразила она была действительно интересный и несмотря на все оставил после себя множество вопросов но не знаю у меня я еще раз повторюсь не знаю у меня очень смешанные чувства по отношению к этой игре я если меня спросили сказал бы я что это шедевр я бы сказал нет это не шедевр это не final fantasy это не не но куни и это не mountain blade нет но если вы меня спросите буду ли я играть во вторую часть я не задумываюсь скажу да я хочу вторую часть last of us к также как и хочу новый uncharted это потрясающая игра была все таки она очень интересная очень красиво и интересные диалоги интересный персонаж запоминающийся там много много вещей которые действительно зацепили но она не шедевр и я надеюсь что last of us part 2 вторая часть меня зацепит побольше тоже ждем 2018 год и для многих наверно к сожалению это эксклюзив для playstation друзья я знаю что еще множество игр я не упомянул есть огромное количество более мелких проектов есть более крупные проект но я упомянул прежде всего игры как на которых сейчас средоточено мое внимание как вы знаете я сейчас активно играю на свече прошел зельду сейчас занят прохождением xenoblade chronicles 2 планирую и в другие игры поиграть на свече и тоже проходить их на стримах на нашем твич канале но пока что я не добавлял в этот рейтинг игры именно для свеча хотя тоже есть проект который я жду я выделил именно те игры которые мне кажется будут очень интересны всем кто их попробует то есть не на куне это g rpg я знаю что g rpg не все из вас любят я понимаю что файл фэнтези тоже g rpg не всем она зайдет но поверьте это те же rpg которые пропускать просто нельзя это потрясающие игры и я до сих пор спустя там 5 или сколько 6 лет нахожусь под огромным впечатлением от первой части не на куне или господи я даже не знаю сколько лет прошло с того момента прошел файл фэнтези ребята эти игры которые назвал вам обязательно стоит попробовать пропускать их точно не стоит на мой взгляд а